Первый вопрос сегодняшней повестки очередного комитета Думы по социальной политике уже неоднократно обсуждали в городской администрации. Он касается работы Дома культуры в селе Полдневая. Напомним, что с недавнего времени по договоренности с индивидуальным предпринимателем осуществление культурно-досуговой деятельности ведется на площадях одного из продовольственных магазинов. Однако сегодня по поводу принадлежности здания идет много споров. В связи с тем, что возникли судебные разбирательства и предприниматель проиграл суд во всех инстанциях, это помещение будет передано клубу, не клубу, а церкви. Соответственно, клубу находиться в этом помещении не получается возможно, поскольку мы попытались обсудить эту церковь с отцом Ильи, где сейчас существует этот пристрой. Это как раз находится западная сторона, где должен быть вход в храм. То есть он планирует все равно это все убирать. И даже мы попытались предусмотреть возможность и строительства, при реконструкции храма воскресной школы, где мы могли проводить совместно с храмом свои культурно-досуговые мероприятия и работать с этими детьми. Он сказал, что он не считает это несовместимым, потому что это возможно только на каком-то расстоянии. Согласно решению суда, сельский клуб должен освободить занимаемое помещение уже в мае этого года. В связи с этим сегодня рассматриваются несколько вариантов его переезда. К примеру, как одно из предложений – разместить сельский клуб на территории школы. Однако здесь, со стороны школьного руководства, есть определенные вопросы. Вариант, что мы переходим в школу, конечно, не самый популярный. И понятно, здесь некое недовольство директора школы, потому что мы и группы детского сада сегодня хотим разместить в школе. И сейчас больше на полдневой, к сожалению, мы не располагаем. Но у нас есть еще ОВП, у нас уже библиотека там. Но это тоже не тот вариант, скажем так. Но пока вот так. Еще один вариант – это новое быстровозводимое здание. Что-то вроде универсального Дома культуры. Будет универсальный зал, который в зависимости от проводимого в нем мероприятия будет либо зрительным, то есть будут выстраиваться ряды стульчики, да, либо если это какое-то танцевальное мероприятие, или там массовое, то, значит, эти стульчики раздвигаются по стеночкам. Но, в принципе, у нас сегодня такие проекты уже есть. Ну, вот хотя бы что-то, вместо того, чтобы совсем ничего. Но и здесь у городских депутатов есть сомнения. По опыту других городов, говорит Дмитрий Филиппов, известно, что такие сооружения и ненадежны, и недолговечны. Проект в области настоятельно давал быстровозводимое здание, влочный баз построить. Вот мы единственные области, практически единственные области, которые мы не пошли по этому пути. На сегодняшний день, где это быстровозводимое здание развалилось, значит, в шалях оно эксплуатируется. Тоже по причине холодно. Самое оптимальное решение этого вопроса, продолжает Дмитрий Филиппов, это разместить сельский клуб в здании бывшего детского сада. Во-первых, мероприятие не столь затратное, да и экспертиза по бывшему детскому саду дала положительный результат. В общем, пока ни один из озвученных вариантов окончательно не принят. К этому вопросу народные избранники пообещали вернуться уже в феврале. Еще одна тема, которую обсудили сегодня народные депутаты, реализация на территории Полевского городского округа региональной программы «Старшее поколение». По словам Ольги Уфимцева, все мероприятия прошлых лет запланированы и в этом году. Разница лишь в том, что финансирование этой программы в 2014 году напрямую зависит от поступления денежных средств. Но есть в этом году и некоторые приятные сюрпризы. В программе стоит приобретение мобильных лечебно-профилактических модулей для проведения диспансеризации населения сельских и отдаленных территорий. И еще хорошее тоже такое мероприятие. Департаментом по труду и занятости населения в рамках программы запланировано привлечение до 223 граждан предпенсионного и пенсионного возраста в качестве наставников для молодежи, впервые приступающих к трудовой деятельности, с возвещением затрат работодателю на оплату труда наставников в период до трех месяцев. Бесплатное зубное протезирование льготных категорий граждан в прошлом году велось также на должном уровне. Об этом говорят и цифры. Очник до начала 2013 года было 1659 человек. На 1 января 2014 года стало 1258, то есть украдилось достаточно, почти на 400 человек. В том числе ветеран у нас, самая большая это группа 1251, труженики цело 5 человек и реабилитировано 2 человека. А вот на работу городских почтовых отделений все чаще жалуются полевчане. И, видимо, не без повода. Так, подписные издания за первые числа нового года горожане получили только 10 января. Руководство почтанта вышло на главу Полевского городского округа с предложением сократить часть отделений почтовой связи. Согласия главы Дану не было. Но вот здесь меня порадовало, что все-таки каким-то образом решается вопрос по повышению заработной платы. Но и на наши обращения, и письменные в том числе, мы тоже получаем только письменные ответы. Значит, ну вот меня больше всего в этой ситуации не устраивают последние ответы из Азбеста, когда наши жители звонят, значит, особенно жители пожилого возраста задают вопрос, когда им отвечают, что сегодня всю информацию можно получить в интернете. Ну вот, это уже, конечно, некрасиво. Решение вопроса возможно лишь в двух случаях. Либо судебный прецедент, либо обращение управления федеральной почтовой связи. Ну а пока жителям Полевского придется еще немного потерпеть. Татьяна Усынина, Константин Миронов. Новости нашего города.